Кого Господь любит, а кого Господь проводит сквозь огромную воду медные трубы, для того, чтобы их сделать достойными своей любви, и по-настоящему одни смогли любить своего Автора и Создателя. Господь говорит, что всех, кто возносится, таких, 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 и приводит примерно каждый столб большой, каждый гетер, и всех-всех высоких, горы перечисляет, все, что высокое на земле есть. Все это Господь сокрушит и покажет, мечтой в сравнении с Своим силой и всемогуществом. И Господь показывает вторую сторону. И корабли, которые на море, Господь сокрушит и тоже этим покажет свою силу. Кажется, о корабли, причем, к превозношению. Самое непосредственное отношение имеют. Корабль, то же самое, как и крылья, не хвост, но крылья человеку не даны от природы, от своего Создателя Господа Бога. Но мы, люди, в гонкой за племя, за богатством, за славой, делаем немножко не то, что нам полезно и необходимо ко спасению. Да, в этих случаях есть и в самолетах, и в кораблях есть и позитивный момент. Но если это не превозносит человека, как творение, над своим творцом, если человек не забывает, кому он обязан всем этим, за ум. Господь, видя доброе намерение сердца, человеку открывает, как создать то или иное творение. Но не все люди это направляют ко благо. Мы должны всюду, где бы мы ни были, помнить, кто над нами стоит, на Создателе Бога. И первый страх у нас какой? Первая любовь, вернее, какая у нас? К папе, маме, к учителю нашему, к нашему какому-то директору. И Богу такая любовь от страха, первая. Вторая любовь уже от уважения. И третья ступень любви, она уже от того, что Он меня так любит, и я Его так люблю, что я не хочу Его просто огорчать. И мы все эти ступени любви должны на протяжении всей нашей земной жизни превзойти и бояться грешить не потому, что Боженко нас ата-та накажет, а потому, что мы любим Бога и не хотим Его прогневать. Не хотим прогневать своего Ангела-Хранителя, как мы в вечерке утренних молитвах читаем. Но я Тебя все равно прогневляю, Господи. Мы к Божьей Матери молимся, да? Пречистая Божья Матерь, я знаю, что мне это не полезно, но я все равно прогневляю, хоть и люблю закон Бога Твоего, но все равно прогневляю. Поэтому не попущай причистной моей воли, согрешайтесь, мне угодно поесть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего. Да спасет Тобой души наши. Ангела-Хранителя на предстающий день. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.